Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Водолей. Общий астрологический прогноз июнь 2022 года. Это прогноз для личностей, для людей, а не для странных государств. Но обязательно учитывайте ситуацию в вашей стране, в государстве, в котором вы сейчас живете, и у себя на родине. Новолуние 30 мая в вашем пятом доме — это дом любви. Собственно говоря, для вас, конечно, первые 20 дней июня очень будут любовные. Те, кто сейчас одинок, возможно, встретить любовь и также возможность вернуть любимого человека до 3 июня. С 30 мая по 3 июня можете возвращать еще любимых людей. Если вы хотите найти новую, совершенно новую любовь, а не по-новому начинать, то это уже можно делать с 3 по 13 июня на растущей луне. Очень хорошо, если вы с кем-то познакомитесь, с кем-то, кто станет вашим главным человеком в вашей жизни. Я думаю, что вы будете больше и больше понимать, кто вам нужен. Еще по той причине, что у нас ретро-Сатурн с 5 июня, с 5 июня по 23 октября. Продолжительное время он в вашем первом доме. Значит, вы погружаете себя, изучаете себя. Сатурн — это йог, отшельник. Вы становитесь таким, вы становитесь вообще осознанным, чтобы долго не распространяться. И, естественно, как благоприятное следствие понимания себя, осознания себя, вы осознаете и понимаете, какой партнер вам нужен, и встречаете его, конечно, реализовываете. Я говорила про то, что хорошо ознакомиться на растущей Луне, но кроме Луны вам в этом месяце для знакомств еще благоприятен и Меркурий. Меркурий будет в вашем пятом доме знакомств уже с 13 июня. То есть и вторая половина месяца также подходит для знакомств, несмотря на то, что Луна у нас убывает. Если вы уже в паре, встречаетесь, это прекрасные свидания, это разговоры по душам, это совместные поездки, путешествия. Романтический очень месяц, здесь даже много говорить не стоит. Если вы хотите, планируйте поездку, путешествия, отдых, либо выходные проводить вместе с любимым человеком, то лучшего месяца просто не придумать. Если вы в отношениях давно, в паре, то здесь возгорание страсти заново. Еще раз вам подчеркну, что у нас и ретро Меркурий до 3 июня еще. То есть вы можете точно вернуть страсть. Это может быть и если вы расстались, физически расстались, эмоционально и ментально, по-всякому можете вернуть. И можете вернуть, если у вас одиночество вдвоем. Например, вы давно в паре, но вы вместе как будто одиноки. И вот такие отношения можно возродить. Любые. То ли вас разделила территория, то ли вас разделило непонимание, внутренние барьеры, внешние барьеры. Все нипочем для этого месяца, потому что здесь энергии пробивные. Пробивается, снимается ограничение с вас. Внешне уж точно. Над внутренними, возможно, аппарат Росатурн нужно будет еще поработать. Полнолуние в этом месяце в вашем 11 доме, 14 июня. 11 дом – это как раз и есть дом в Водолее. Полнолуние у нас в знаке Стрельца. Расширение, продвижение, вылет, перелет. Возможно, у вас очень много поклонников, поэтому вы определяете, собственно говоря, кто вам подходит. Вы просто видите множество вариантов и можете выбрать правильный вариант. Не видя, какой вам супруг подходит, в принципе, может быть, вы, например, не встречали людей, которые вам подходят. Тут вы их встречаете, наконец-то понимаете, что мои мечты были не напрасны. Может быть, ваше окружение говорило, например, девушке, ты мечтаешь об нереальном мужчине. А тут вы вдруг попадаете в какую-то среду, может быть, коллектив, и видите, что там все мужчины вот такие, о которых вы мечтали. Просто вы раньше их не видели. Поэтому, конечно, никого не слушайте, просто развивайтесь. Это, конечно, непросто, очень непросто. Развивайтесь. Если у вас очень много поклонников, вы, может быть, работаете в интернете, например, как я попал на Лунию в одиннадцатом доме, здесь увеличение подписчиков, фолловеров, наблюдателей, тех, кто за вами следит. И вы обнаруживаете, что следят очень разные люди, и среди них есть и достойные. Если вы мужчина, то, скорее всего, ваша любовь, начавшаяся как страсть, придет в разряд более высокого плана. Например, на Новолуние 30 мая вы влюбитесь, но еще будете сомневаться, может быть, в себе по ретро-меркурию, думать, что это похоже на то, что уже было, будет опять 25, это просто страсть, она очень быстро пройдет. Но потом, с 5 июня, погружаясь в себя, вы понимаете, что нет, это не просто страсть, эта девушка мне снится, в медитациях мне является, как какая-то верховная жрица, как пророчица она для меня. Может быть, она говорит вам то, что никто не говорил по Меркурию в пятом доме. И вы понимаете, что да, это она та самая, она послана мне небесами. Полнолуние — послание небес, подарок небес для вас. У кого-то подарок небес — это спутник жизни. Так как у нас включен пятый, одиннадцатый дом, это ось любви, вы можете признаться в любви в этом месяце и услышать признание в любви. Очень хорошо этот месяц вообще включается энергии для очень молодых людей и для тех, кому 40-44. То есть если вы сейчас очень юный подросток, еще буквально в душе, может быть, не факт, что по возрасту, но если вам до 21, давайте так возьмем, до 25 лет или уже после 40, то для вас очень хорошее время. Потому что здесь энергии благоволят тем, кто еще никогда не жил в браке, а также тем, кто уже два раза жил в браке. По полнолунию в единственном доме идет третий вообще брак, возможно, третий брак. То есть вот такая разная ситуация. То есть у кого-то первый раз, у кого-то вы думаете, ну это уже все, последний мой шанс. Вот такое. Я думаю, что многие из вас мечтают и о деньгах, конечно, и о доме своем, возможно. То есть здесь многие мечты могут осуществиться. Кстати, Меркурий становится директным именно в вашем четвертом доме, поэтому у кого-то вопросы с домом, с недвижимостью решаются, у кого-то облегчается ситуация на родине, потому что четвертый дом — это дом родины. Может быть, вы, например, были беженцем, уезжали и возвращаетесь к себе на родину в связи с ослаблением либо прекращением каких-то опасных для жизни ситуаций военных. Может быть, если вы сейчас живете не в той стране, где война, а в странах, где какие-то другие катаклизмы, потому что вы меня слушаете по всему миру, поэтому, собственно, я предупредила, что страны мы не берем, мы берем людей, личностей. И в зависимости от того, какая у вас конкретная ситуация, вы накладываете этот прогноз. Это прогноз, информация до знания, это не пророчество и не приговор. И повторюсь еще раз, может быть, вы начало месяца проводите в одной стране, потом переезжаете в другую, и у вас совершенно по-другому все это будет, сами понимаете. Меркурий директный в четвертом доме. Возможно, если вы сейчас беженец, иммигрант, то с 3 по 13 вернетесь к себе на родину. Здесь зачем вы можете возвращаться? Здесь вопросы дома решаются. Может быть, недвижимость, а может, просто посетить дом вам надо. Ничего страшного не происходит, все в порядке, вам просто нужно съездить, например, в дом мамы, к маме в гости, может быть. Летнее солнцестояние 21 июня для часового пояса плюс 3 в 12-13. Это всегда, каждый год, летнее солнцестояние, начало природного лета. То есть только здесь 21 июня начинается лето. У вас это шестой дом, водолея, для вас работа очень актуальна. Также занимайтесь своим здоровьем. Венера вам будет помогать. Венера с 23 июня в вашем пятом доме любви, поэтому исцеляться вы будете любовью. Сочетание работа, здоровья и любовь говорит о том, что вам нужно уделять внимание, кроме работы, здоровью и любви. И, конечно, Венера в пятом доме, это особенно хорошо для водолеев, мужчин по асценденту. Если вы водолей по асценденту, то такая Венера приносит вам встречи с возлюбленной. Здесь даже не знакомство. Здесь уже вот те самые свидания, встречания, путешествия, совместные поездки. Пятый дом – это самый романтический дом, поэтому все, что только вы можете представить романтичного, от первой встречи под луной до романтического свадебного путешествия, медового месяца, все идет здесь. Здесь очень хороший месяц вообще для любви, но третья декада уже намекает о работе. Если вам нужна новая работа, то ее лучше искать уже после 29 июня. То есть, говорю еще раз, что третья декада – это только намек на работу. Вы продолжаете заниматься любовными делами. Но намек недвусмысленный, да, то есть любовь любовью, но надо работать, надо о себе заботиться. В принципе, о здоровье своем помнить, потому что здесь, конечно, по такой страстной, бурной любви, может быть, вам забываете, да, не высыпаетесь, или еще как-то сбили диету свою, может быть, выпили в связи с каким-то романтическим путешествием, может быть, вы даже если не пьете, вот пришлось. Поэтому не забывайте говорить, во-первых, нет, всяким излишествам, потому что, должна вам это сказать, под таким транзитом может, конечно, какое-то дьявольское искушение быть, даже любовью. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Помните, что любые зависимости, в том числе сексуальные, это нездраво и нездорово. Здесь может речь идти и об алкогольной зависимости, конечно, потому что у нас ретро-нептун с 28 июня. Поэтому смотрите, да, не упивайтесь, не упивайтесь любовью, не упивайтесь напитками. Здесь такая вот даже опасность утонуть в любви настолько, что подорвете здоровье. Поэтому, естественно, помните, да, потому что нужно беречь себя, да и работа, да, то есть здесь можно как бы пожертвовать временем, работой, здоровьем, ради любимого, вот просто в омут с головой. Ретро-нептун — это в омут с головой. Чтобы не пуститься в омут с головой, не забывайте об умеренности. Сатурн ретроградный в вашем первом доме. Еще раз напоминаю, с 5 июня по 23 октября об умеренности вашей личной. Нептун ретроградный в вашем втором доме с 28 июня по 4 декабря об вашей умеренности в употреблении, скажу это так, всех наслаждений жизненных. Второй дом, по второму дому у нас идет все, что мы любим употреблять. Это гурманство. За второй дом отвечает Венера. Это и красивая еда, и красивая одежда, и вообще изобилие, да, чтобы вот не искупаться чрезмерно, как вот, если помните мультик «Золотая антилопа», по второму дому идут деньги, да, смотрите, не переборщите, не закидайте, например, свою возлюбленную деньгами, или не закормите ее, еще что-нибудь. То есть здесь может быть вот такой вот перебор чувств, из-за чувственности перебор. Ну, по Нептуну это, конечно, перепил, перепитие, перепитие любви, слишком много воды, и вода это и чувства, и эмоции, и напитки. И вообще водность — это психология, поэтому как компенсировать это, ну, конечно, какими-то водными процедурами, может быть, путешествием к морю, если у вас есть такая возможность, я вам этого желаю. Хотя, еще раз повторяюсь, вы живете в очень разных условиях, да, у кого-то сейчас крайне тяжелая ситуация, и какое море, какая романтика, ну, да, тут лишь бы денег на еду хватило, на воду, да, теперь моя любимая еда эта вода. Ну, друзья, и вы в разных ситуациях, я думаю, вы меня понимаете, я делаю этот поднос для вас, для вашего ориентира, для того, чтобы вас позлить, не для того, чтобы вас как-то… понимаете, это звезды, и это небесные послания. Да, у нас земная жизнь, да, мы здесь на земле только можем смотреть на то, как прекрасно солнце, как прекрасна луна, как великолепны звезды, но нам ничто не мешает стремиться к этому идеалу. Мы можем, мы должны стремиться вверх, наша душа божественна, поэтому в какой бы грязи вы себя сейчас не нашли, если вы можете видеть звезды над собой, значит, вы можете к ним подняться. Редактор Нептун во втором доме также говорит о необходимости экономить и возвращение любви к себе, то есть, может быть, вы кого-то перелюбите, перекормите, перепоите своей любовью, тогда в самом конце месяца вновь напомните себе, надо любить себя. Второй дом – это любовь к себе, это дом самооценки. Вот такая у вас история в Водолее, в принципе, очень любовная. Конечно, я вам желаю, чтобы вы погружались в море, не боясь, не бойтесь любви, любви боится большинство людей, потому что любовь сильнее смерти. А если многие люди боятся смерти, то, конечно же, ещё большее количество людей боится любви. Любовь сильнее смерти, она включает в себя смерть, она побеждает смерть, поэтому она так страшна, поэтому она так страстна, поэтому так много страстей призывает наше тело, чтобы мы вступили в любовный союз. Да, сначала страсть, но потом вы начинаете чувствовать друг друга душой. И именно это ощущение душой своего человека определяет возможность быть счастливым и подниматься всё выше и выше к звёздам, совершенствоваться в паре, не только в одиночестве. Про то, что вы совершенствуетесь в одиночестве ретро-Сатурн с 5 июня, а про то, что вы совершенствуетесь в паре ретро-Нептун с 28 июня и по 4 декабря, то есть всё лето, вся осень. Пожалуйста, любите и будьте любимы. Я желаю вам взаимной любви и себе тоже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк, если вы любите меня взаимно, потому что я вам посылаю свою любовь, и эта любовь именно к вам и возвращается. Возвращаю вам то, что вы мне посылаете, также в 100 крат увеличившись. Всего доброго, будьте счастливы.